Привет! Мы приглашаем вас на семейный православный канал. Мы семья священника, живем и слушаем в городе Чистополь. На нашем канале вы увидите постные рецепты, семейные традиции и подготовку к церковным праздникам, посещение служб и жизнь прихода преподобного Сергия Радонежского. С нами вы сможете путешествовать по святым местам и посетить храмы нашего города, а также увидеть, чем живет семья священника. Присоединяйтесь к нам. Ссылка на наш канал в описании к этому видео. Переходите и подписывайтесь. До встречи на канале! Мы гусенички! Мы двойная гусеничка! Паша, ты тоже что-то говори! Мы как сосиска в тесте! Это так прикольно! Мы болтаемся, как сосиска! Поварешки! Или, как это сказать? Поварята! Поварята, не поварешки! Нам их хоть сказать насыпают? Мы тут сейчас запеканку будем готовить. О, как раз две порции! Запеканку? Ты знаешь, нам нужна такая классная штука, этот миксер! Вообще, я в таком восторге! Нам нужно взбивать бананы, я их ломаю кусочками и бросаю в запеканку. А вот таким миксером, мы уже давно не пользуемся. Мы пользуемся погружным. Но погружным, видишь, Боря, нужно ему венчик купить. Никакой он сломался. Ну, это был шанский венчик. Ну, вот надо поискать, у нашей венчики не подходят. Но здесь есть вот это, бананы. Вот это на бананах они сломали. Одно из них на бананах, оно его сдавливает, ну, скриворяет. Он не справляется. Подожди. А вот этим я не люблю. А тут у меня агрегат появился. Сейчас попробую впервые им приготовить. Агрегат? Приготовить запеканку. Сейчас я тебе дам банан и туда. Ножиком надо резать, ножиком не кусай его. Так, повар имеет право на пробу. Поэтому это сейчас будем, короче, готовить запеканку с полей. Мы тут семейным советом решили попробовать именно эту насадку. Так, подожди, а как же ее надеть-то? А потом чашу. Это насыщало на эту чашу, да, наверное, да? А она что, уже открыта? Все? Больше нельзя ее открыть? Вроде бы, да. Да, все. Так. Все, вставь чашу, а теперь насадку. Я просто помню, что. Так, пробуем эту насадку, потому что, ну, вообще, она не предназначена, этот миксер, по идее, для взбивания бананов. Ну, попробуем. А эту закрыть? Ну, что? Подожди. Что? А эту надеть сверху? А, она не брызгается, я уже делала. Вообще не брызгается. Уверена? Это если ты жидкое, что-то взбиваешь. Знаешь, такое, что-то, например, для торта, крем, тогда да. Я уже делала. Ну, ладно, да. Мы с маленькой просто начинаем. Что-то я не уверена, что у нас с бананами справится. А что, это вся скорость? Ай! Говорю, тебе закрывать надо. Прызгается. Это потому, что творог распадается. Так, подождите. Опа, вот так. Ну, вот эта насадка не справилась. Она как бы взбила, но кусочки все-таки некоторые остались. А вот эта насадка великолепно справилась. Все, взбила. Папа делает хлеб. Делаем, делаем, делаем. С Борей вместе, Боряна еще приболела у нас. Откуда-то на место хлеб. Сопли у него текут, да? Соплять идет. Ой, так, так. Да, ты мешать хочешь? Ну, попробуй. А-а-а, видал? Не мешается? Не мешается. Папа мешает. Тут уже вот такое все. Сколько ты голубцов накрутила уже. Да. Ох, много. Что варится тут у нас? А это я решила, знаешь, стояла, делала голубцы. Думаю, слушай, так хочу холодного. Холодец. Так хочу, прям не могу. Я уже пищу за холодным пару месяцев, да? Но вот этот токсикоз мне никак не давал его сделать. Куча ингредиентов лежит в морозилке. Ларис с забитым мясом. Я говорю, а я не могу. Я пару раз купила здесь в магазинах. Ой. Одни еще более-менее нормальные были. А вторые, я не знаю. И одни вторые, правда. Мне их пришлось варить пару часов. Жесткая такая. Капуста, я не знаю, что с ней делают. Но очень жестко. У меня прям берешь, и она аж разламывается, когда варю голубцы. Не важно, с какой капусты. Ранее, позднее, это не имеет значения. А вот в магазине то ли как-то капусту там обрабатывают, то ли что листья. Это невозможно. У меня вот мы ели последний раз. Саша отказался. Он фарш съел. Говорит, мама, я не могу эту капусту есть. Вот не могу. Ее разорвать невозможно просто. Ни ножом, ни ложкой, ничем. Вот. И я прям стояла, готовила, готовила, думаю, хочу холодного. Пошла, достала у нас кости, море там, мясо достала, язык туда бросила. И все, будет у нас холодное. Вот Ляля, да? Вот Ляля. Да, Ляля. Вот Ляля. Вот Ляля. Где ручка у Ляли? Говорит, Ляля у мамы в животике. Я во время от времени показываю фотку, чтобы он понимал, какая Ляля в животике. Да? Кто в животике у мамы? Кто? Кто у мамы в животике? Эти-то. Ляля? Нет, это Ляля. Вот Ляля. Вот Ляля. Где носик у Ляли? Где носик? Сейчас мама пойдет 1 сентября на скрининг, еще на один. Нету носика. Как это нету? Смотри, вот носик. Носик у Ляли. А вот глазки у Ляли. Узнает точно уже, кто будет, мальчик или девочка. Еще раз попрошу, чтобы посмотреть. Вот Ляля. А где ручка у Ляли? Я поняла, что пока я ему показывала без фотографий на животике, говорю, там Ляля. Он не воспринимал. А потом я думаю, так, надо ему фотку показать. И он, когда увидел голову, ручки, все ножки, и он такой ходит себе, мамы, Ляля в животике. А потом он такой, Боря, Ляля. Я говорю, у него Боря нет, Ляля у мамы, только Ляля. Точно мы приболели, вирусную подхватили. Боря маленькая температура. Первый с температурой свалился. Сопли, скажи, да? Ляля. Ляля, не Ляля. 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 Где-то, видно, в Иркутске ездили, где ручки мы подходили. Ляля, кто не видел нашу Лялю, кстати, она есть в Инстаграме. Ляля. Мы прям фотку туда выложили, Ляля. Ляля. Да. Я попрошу еще фотку, когда будем тоже в Инстаграм, выложу следующую, если получится. Не, не, так нельзя. Так нельзя. Но, но, но. Поэтому, кто не видел, переходите в Инстаграм в описании видео, смотрите. Фотку Ляля. Пока. Ты покапывай, скажи, ты давай выздоравливай, скажи, я хочу вылечиться. Сегодня так плохо спал, носом не дышит. С носом все течет, мне мы уже и закапывали этот, как его, сосудосужащий. И нурофен давали. Да не покап, скажи. И всем так плохо, скажи. Все такие вялые, хоть хорошо еще учебы нету. Пока. Какаясь. Сегодня скажи, покажем, как мы с тобой любим играться. Та-ра-ти-та-ти-ти-ра-ти-та. Та-ра-ти-та-ти-та-та. Ляля. Ляля, а не Ляля. 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 Не Ляля, а Ляля. 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 Буду пробовать пытаться отмыть эту плиту. Так не люблю я мыть эти стекла. Но я в маленькой плите духовки отмыла. Вообще великолепно поддалась именно вот этой пастой. Ой, что мы ее только не моем. Машинки отмываем, мурушки отмываем, кастрюли отмываем. Вообще шарф. Сейчас я покажу поближе оттуда. Не, не надо. Пишите в личку или я ссылочку оставлю, где ее можно купить. На магазин. Вот сейчас посмотрим. Отмоется вот это вот. Видишь, оно капает, пригорает. Но тут у нас очень много пятен есть, которые как-то внутри стекла. Я даже не знаю, как тут мыть. Может кто-то в личке подскажет мне, есть ли опыт, как мыть внутри стекла. Оно как-то туда затекает, я не знаю как. И вот с этой стороны плита помыта. С той стороны вымываем, а внутри остаются пятна. Вот потек этот внутри. Не могу его отмыть. Видно его, нет? Сейчас, Паша. Вот видите, потек. Вот он изнутри стекла. И как его отмыть, я без понятия просто. Поэтому у кого есть опыт, может раскручивать как-то надо. Ну что-то я боюсь разбирать ее. Что мы тут красавица делаем? А что ты красавица делаешь? Снимает тебя, а ты что? А я готовлю вам холодное. Уже все отварилось, остыло. И вкуснейшее холодное вас ждет. Вот, кстати, я морковку с-под холодного не выбрасываю. Покажи в тарелочку, как я ее делаю. Я прям ломаю в холодное. В холодное тогда потом такое красивое и вкусное получается. Могу даже еще лук сюда поломать. Конечно. У нас в холодное идет сейчас говядина. По-разному делаю. Что есть, то и делаю. Сейчас у нас кусочки говядины. Вот такие кости отварила говяжьи. Тоже с них пообдираю мясо. Сколько там будет. И думала, язык еще бросит. Ну, посмотрим. Наверное, мяса слишком много я взяла. И этот язык уже так съедим. На что-то. На салат его оставлю. Наверное, в салат будут красавец. У нас тут целый океан. У кого кухня рабочая, для кого здесь море, где можно поплавать. Да. Нет, ткани понесу, ткани. Что ты там понесел? Ткани понесет, говорит. У, вот ткани понесет. Хорошо. Сюда не вся ткани, сына. Наоборот, в комнату в игровую забирай. В кухне тканями мы не играем все игрушками. Ну, развлекайтесь здесь. Мама готова, а Боля играйте. Не успели забрать велики. Саша уже тут нарезает. Выложил себе дорожку. И катается. Ай, молодец. У нас дожди прошли так грязно. У него же задника нету на велике. Да, да, да. Ему по обычным дорогам пока нельзя кататься. А вот на площадке... Не задника, а крыла задника. Ну, крыла, да. Что ты тут? Ой, дожди, что туда сейчас сидит. Нет, дождик, дождик моросит. Дождик идет, мы болеем. Саше полегче, он на улице гуляет. У тебя сопельки, не надо тебе сейчас на улицу. Хорошо? Когда солнышко будет, пойдешь. Хорошо? А сейчас мы дома посидим, пока болеем. Вся семья свалилась. Дети, у кого упадок сил. У меня сегодня было 35,4 с утра. Еле ходим. В жар бросает, у детей, у кого-то 37,2, у кого-то до 38, да, только доходит? Ну, низкая такая температура. Да. Вирусная такая, с низкой температурой. Кто так ползает? Аня как-то продержалась. Скорее всего, она нас заразила. А он не привезла с Новосибирска. Да, потому что Аня как огурчик ходит. Она приехала, еще пару дней себя чувствовала плохо. Боря, смотри, что она на сетку. Боря, нельзя ручками на сетку. Она приехала с маской, потому что в поезде не хотела никого заражать. Она ехала с маской в поезде полностью, потому что болела. Они заболели в лагере, там все дети практически переболели. Обычная вирусная. Не ковид сразу, скажу. И она нам привезла и сама вылечилась. А мы все за ней. Так она ходит как огурчик, единственный член семьи, который это. Ну, вот детям, когда полегче становится, они на улицу выходят. Да, да, чтобы не сидеть. Вот Боря бегал до дождя сегодня, был дождь под вечер уже. А утром они бегали на улице хорошо. Когда полегче. А то кто-то лежит вообще целыми днями. А у нас Антемка лежит сегодня целый день. Паша сегодня целый день лежит. Вчера играли. Поэтому все семьи с легкой температурой, с упадком сил. У кого как она проявляется. У этого сопли текут. У всех сопли не текут. У кого-то горло заболело. Вниз хочешь? Спусти его. Так я же тебе массаж должна была делать. Массаж будешь? Бегал за мамой, бегал. Мама, массаж, делай мне массаж. Бегал ты за мамой. Массаж, массаж тебе сделай. Прыгать? Не, прыгать не надо. Давай, мама тебя спустит. Давай, спусти. Черт! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...